всем привет давно не выходил на связь после затяжной паузы буду наращивать обороты и выходить все чаще сейчас хочу вам рассказать о проекте connect скорее всего вы о нем уже много слышали но от себя я тоже хочу отдельно рассказать о проекте возможно что-то новое подчеркнуть и меня взяли в программу contributor и я разделю материалы по данному проекту для лучшего результата запроса постараюсь не затянуто в короткую охватить все самое важное данный ролик это обзор проекта следующий будут про то как попасть в программу contributor это амбассадорская награждаемая программа где я отдельно поставлю акцент на некоторые важные детали далее видео будет про использование моста и его особенности и так далее все материалы писаемо этого проекта будут разделены и так проект коннекс это протокол совместимости позволяющий разработчикам создавать полноценные кросс доменные приложения x-apps уделяя особое внимание безопасности коннекс обеспечивает быстрый безопасный мост между блокчейнами и рулапами для создания многосоставных цепей с минимальным уровнем доверия коннекс позволяет действительно быстро безопасно и дешево переводить свои активы между разными блокчейнами преимущество данного проекта это минимальное доверие самый безопасный протокол в пространстве не требующий доверия третьих лиц универсальность коннекс может быть развернут и работать одинаково на любом блокчейне или лейер два решения и низкая стоимость переводы отличаются высокой капитала емкостью что делает коннекс самой дешевой инфраструктурой меж блокчейновых переводов для пользователей здесь мы видим что технология протокола это не мультичейн а кросс чейн как работает мультичейн при обмене актива из одной в другую сеть мультичейн достает нам актив из одного пула ликвидности помещая его в другой пул ликвидности эта технология имеет свои недостатки уязвимости многие в курсе как взламывают пулы ликвидности и крадут огромные суммы например вот статья о том как взломали сеть ворум холл и украли эфир на 250 миллионов долларов или другая новость о том как поличейн был взломан на сумму 600 миллионов долларов связи с этими уязвимостями проект решил работать через смарт-контракты на эфире и это решение более безопаснее и быстрее получается полу ликвидности как такового нет так как здесь каждый маршрутизатор предоставляет свою ликвидность для совершения своих операций разработчики учли максимально все необходимое для того чтобы стать маршрутизатором порог входа достаточно низкий и нет необходимости блокировать большие суммы ликвидности чтобы присоединиться к протоколу низкий порог ликвидности открывает нам возможность присоединиться подняв свою ноду и вовлекает большее количество желающих принимать участие в поддержке проекта получая вознаграждение и это положительно сказывается на децентрализации проекта что можно создавать с помощью коннекс это кросс чейн nfc перемещение nfc в любую сеть икс чейн стейкинг использование любого актива для стейкинга токенов протокола any to any swap обмен любого токена на любой другой то есть например и здесь и в сети эфира на бюсд в сети бина смарт-чейн икс чейн лендинг дает возможность предоставлять займ в сети x и брать займ другой актив в другой сети y икс чейн елд фарминг это возможности фарминга разных активов для получения наибольшего дохода фарминг для тех кто знает что это такое и знает как это правильно использовать и тексту anywhere перевод токенов с любой бирже в любую сеть проекта будет свой токен next стандарта сети и rc20 и supply в 1 миллиард токенов проект уже поддерживает 16 сетей l1 и l2 и будет расширять свой список здесь мы видим объем моста 1 и 2 миллиарда долларов 45 миллионов долларов доступной ликвидности 650 тысяч транзакций и 44 действующих маршрутизаторов увеличивающийся и экосистема nomad gelato the graph beware labs player swap команда разработчиков лично для меня новые люди про которых я пока ничего не могу рассказать в инвесторах есть топовые привычные нам фонды это consensus mesh coinbase ventures polychain capital okix hash pigment и gate labs также ангелы экосистемные и l2 фаундеры всем известный андре кранье и фаундеры из арбитрум скейл полигон и в зике синкады граф и так далее надеюсь этого ознакомления достаточно для принятия верного решения советую не тянуть заходить в проект сейчас так как идет награждаемая программа contributor 15 июля заканчивается первая фаза планируется две или три фазы запуск токена отложен и поэтому мы можем участвовать смело помогая проекту и тем самым зарабатывая себе баллы которые скорее всего будут конвертированы в токены токеномика распределения будет позже программа состоит из пяти направлений комьюнити лидерс билдерс контент энд эдюкейшн роутерс и грандс но об этом уже в следующем видео все ссылки в описании подписывайтесь на канал ставьте лайки оценивайте работу это действительно мотивирует заходите в наш чат присоединяйтесь к проекту и всем пока